О реализации национального проекта здравоохранения на Кубани мы говорим сегодня с заместителем начальника управления Организации медицинской помощи взрослому населению Министерства здравоохранения Краснодарского края Юрием Сарычем Юрий Александрович, здравствуйте Здравствуйте Итак, у нас на территории края реализуется несколько региональных проектов в рамках национального проекта здравоохранения Давайте подробнее поговорим о том проекте, который касается оказания первичной медико-санитарной помощи Что это за проект, что он предполагает, какое его финансирование и на какие сроки рассчитан В рамках реализации национального проекта здравоохранения на территории Краснодарского края Реализуется региональный проект развития системы оказания первичной медико-санитарной помощи Основные направления его реализации, во-первых, это, скажем так, по-простому Это ликвидация населенных пунктов, которые не имеют доступа к оказанию медицинской помощи Основным критерием здесь является это расстояние до ближайшего структурного подразделения медицинской организации До ФАПа, врачебной амбулатории, либо до центральной районной больницы, участковой больницы Это расстояние, оно регламентируется приказом, 6-километровая зона Эта реализация у нас началась с 2018 года, раньше, чем сам проект Проект рассчитан на период с 2019 года по 2024 год Мы в 2018 году установили 11 фельдшек-акушерских пунктов Именно в тех населенных пунктах, которые находились вне зоны доступа В 2019 году, когда с введением этого проекта, мы продолжили эту работу И в 2019 году мы установили 6 фельдшек-акушерских пунктов Это в каких районах? Это Калининский район, это Кореновский район, это Василковский район, Мостовской район В 2020 году уже наступает второй этап реализации Мы продолжим установку фельдшек-акушерских пунктов в населенных пунктах, которые находятся вне зоны доступа В настоящее время таких населенных пунктов это 3 В том числе и это в городе-курорте Сочи Кепша Мы планируем в 2020 году установить там модульный фельдшек-акушерский пункт Таких населенных пунктов, как я уже говорил, у нас их 3 И помимо этого это еще Успенский район, Вольность И Белоглинский район, это станица Новолокинская Помимо этого проект предусматривает замену фельдшек-акушерских пунктов Которые находятся в аварийном состоянии, либо требуют реконструкции здания сами Еще будет установка 23 фельдшек-акушерских пунктов Помимо этого в 2019 году мы участвуем в реализации совместной программы С Министерством сельского хозяйства Российской Федерации О строительстве зданий врача общей практики В 2019 году завершено строительство и уже начата работа в этих зданиях врача общей практики Это Василковский район, Лобинский район и Кореновский район Жители этих населенных пунктов, этих районов уже знают о том, что у них эта работа осуществляется Также в 2020 году запланировано в целях оказания медицинской помощи в населенных пунктах до 100 человек Таких у нас на территории Краснодарского края достаточное количество Приобретение передвижных фельдшек-акушерских пунктов Называется это мобильный медицинский комплекс Ведь само приближение оказания медицинской помощи к населению заключается, можно достичь двумя путями Первое это либо строительство, либо установка зданий медицинских, где будет оказаться медицинская помощь Либо второе это использование мобильных комплексов Таких медицинских комплексов мы приобретем в конце 2020 года 21 комплекс Выбор муниципальных образований мы исходили из того, что наличие, сам факт наличия населенных пунктов до 100 человек В том числе, тоже обращаем внимание на отдаленные территории, где имеются труднодоступные населенные пункты Планируем такой передвижной медицинский комплекс Приписать его к городской поликлинике номер 4 города Сочи для обслуживания населенных пунктов Второе направление проекта развития системы оказания первичной медико-санитарной помощи Это направлено на улучшение качества оказания медицинской помощи в медицинской организации Так называемая бережливая поликлиника был проект Сейчас это называется внедрение нового облика Смысл этого мероприятия заключается в том, что мы улучшаем Во-первых, создаем комфортные условия для пребывания в медицинской организации Внедряем новые технологии по возможности удаленной записи на прием к врачу Внедряем электронную систему документа оборота И осуществление возможности минимизировать время нахождения пациента в медицинской организации Каким образом это достигается? Все мы понимаем о том, что создаем комфортную зону Второе, возможность записи на прием, во-первых, можно дома Буквально 10 лет назад такого осуществить было невозможно Что создавало очереди в саму регистратуру Негативное вызывало реакции у людей Второй момент, это возможность записи через личный кабинет на сайте госуслуг Третья возможность, это наличие информатов, установленных возле регистратуры И оставляем старые способы записи Это через регистратуру, либо через колл-центр по телефону Второе направление, здесь же имеется в виду управление очередями Это при обращении на прием к врачу-терапевту Врач-терапевт на приеме Имеет возможность осуществить запись, если необходима Плановая консультация узкого врача-специалиста Не выходя из кабинета у себя через электронную систему Таким образом, пациенту нет необходимости второй раз спускаться вниз на регистратуру И осуществлять повторную запись на прием Это очень замечательно Потому что даже порой поставить печать в какой-то бумажке от терапевта Несомненно Нужно стоять там очередь Ну, мы прекрасно понимаем, что это, может быть, красиво все это звучит Но мы всегда должны думать о том, что существует определенный человеческий фактор Даже если мы внедрим везде электронную систему То она предусматривает под собой способность человека воспринимать ее и работать в ней Следующее направление, которое заключается именно здесь Это создание электронного документа оборота Что нам это дает? Первое, мы уже создали электронную систему, которая замкнута внутри медицинской организации Но также мы уже создали единую систему между медицинскими организациями То есть пациент, поступивший в стационар Либо при плановой госпитализации, либо по экстренным показаниям При выписке его документы, все, что касается медицинских документов Автоматически через электронную систему попадает в медицинскую организацию по месту прикрепления То есть вызвать его потом на диспансерное наблюдение Либо провести какие-то манипуляции Это уже медицинские работники уже видят и знают о нем Что у него произошло такие-то, такие-то в его жизни события Помимо этого, упрощается выписка любых документов Справок, заключений И получение любых таких услуг, которые не требуют врачебных каких-то манипуляций То есть это делается все достаточно быстро И самое главное, мы стремимся к чему? К тому, чтобы это, во-первых, было пациенту удобно Во-вторых, мы должны убрать время, вынужденное время у врача По большей части он тратит на заполнение бумаг Сам проект развития системы первичной медико-санитарной помощи Он является базовым проектом в реализации национального проекта здравоохранения Он взаимосвязан со всеми другими проектами Чем лучше мы развиваем систему оказания первичной медико-санитарной помощи Тем быстрее мы достигнем результата и в борьбе с онкологическими заболеваниями И в борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями И другими нашими всеми проектами Развитие телемедицинских консультаций, возможностей Во все наши вновь построенные фельдско-акушерские пункты Во все наши построенные здания врача общей практики Врачебная амбулатория Основным задачей является для нас сейчас проведение высокоскоростного интернета Для возможности проведения телемедицинских консультаций Что нам это дает? Это нам дает о том, что, к примеру, пациенту Необходима консультация узкого врача-специалиста С фельдшерско-акушерского пункта центральной районной больницы Организуется телемедицинская консультация С передачей его медицинских документов по поводу телемедицины И он получает консультацию без очного присутствия у врача Второе направление И оно уже как бы документально подтверждено Что сейчас имеется возможность проведения телемедицинской консультации Если первый раз была очная консультация То повторная консультация При отсутствии каких-то других отклонений Можно проводить повторную консультацию Следующее направление Которое именно развитие электронной системы документа оборота Это позволило нам осуществлять выписку В электронные системы Это так называемый листок недрудоспособности В электронном виде Больничные листы Еще не сталкиваюсь с такими? Ну во всяком случае у нас процентов уже 60 В данный момент медицинские организации Имеют возможность выписки в электронном виде Листка недрудоспособности Это очень удобно Немаловажная роль Здесь же также имеет отдельная категория граждан Которые обладают правом льготного лекарственного обеспечения Для них имеется лекарственная выписка рецептов Ранее этому занимало достаточно много проблем В том плане, что они повторно, ежемесячно Вынуждены были обращаться за выпиской лекарственных препаратов Сейчас существует возможность Опять осуществления этого в электронном виде Выписка с электронной подписью врача И с передачей ее на оптичный пункт К сожалению, понятно, что Как бы я сейчас говорю о том, что наши достижения Да, это понятно С учетом, если мы берем наш десятилетний Наш временной промежуток Здесь достаточно большой прогресс Но у нас, естественно, есть многие направления Которые показывают нам, что нам еще Очень много нужно развивать тех направлений Следующее направление В реализации регионального проекта Это шление выездных форм работы В каждой медицинской организации Организуются мобильные бригады Врачебно-сестринские И они осуществляют выезд Населенные пункты В которых либо отсутствует Медицинское структурное подразделение Либо выезжают труднодоступные Либо посещают пожилых граждан Либо граждан, скажем, в трудной жизненной ситуации И оказывают медицинскую помощь на дому Одним из ключевых направлений является Это проведение профилактических медицинских осмотров И если мы рассматриваем, какая задача перед нами стоит Она заключается в том, что по итогам 2024 года Мы должны выйти на показатель Не менее 70% всех граждан Проживающих на территории Краснодарского края Должны провести профилактический медицинский осмотр Либо диспансеризацию ежегодно Если это выражать в численном выражении То это не менее 4 миллионов человек Мы должны осматривать Проводить профилактический медицинский осмотр А сейчас как обстоит дело? Сейчас, если мы берем по цифрам То в этом году мы должны посмотреть 2,6 миллиона человек Естественно, здесь проводятся мероприятия Мероприятия заключаются не только Проводящими медицинскими работниками Но еще и также отдельно Это проводятся мероприятия со стороны государства Рассматривается и уже рассмотрим вопрос О выделении одного дня работнику На прохождение профилактического медицинского осмотра За счет средств оботодателя Вот здесь заключается наш прогресс Именно в том, что путь развития Именно то, что мы проводили профилактический медицинский осмотр В течение одного дня А как же анализы? Они же не готовятся за день Анализы должны выполняться экспресс-методами Вот как? Ну тогда да, тогда можно уложить Здесь мы рассматриваем именно первый этап Профилактического медицинского осмотра Для определенной категории граждан Именно в один день прихода Потому что старше 40 лет У них другой уже объем Другие методы исследования Другие вообще позиции Которые чисто теоретически даже за один день Это невозможно провести Ну в этом году же уже внесли изменения Например, выходные добавили Для возможности проходить Тоже поспособствовало? Во-первых, это выходные дни Во-вторых, еще и в вечернее время Что немаловажно Роль играет для лиц трудоспособного возраста Потому что основной категории проблемные Которые именно чтобы провести Профилактический медицинский осмотр Именно являются граждане трудоспособного возраста Вы знаете, здесь тоже есть человеческий фактор О котором вы говорите Безусловно Ну вот элементарно Приходишь, проходи диспансеризацию И тебе говорят Ты проходишь без очереди Ну люди, которые там сидят к этому врачу Они говорят, нам все равно Это многих отталкивает Люди думают Зачем я это буду делать? Зачем я пойду? Здесь существуют объективные причины Хотим мы того или нет Для того, чтобы все организовать Именно в том, как нам хотелось бы Должно быть соблюдено ряд условий Начиная от того, что это должно быть Типовое здание В котором расположены Все структурные подразделения В соответствии с санитарными нормами права Зачастую наши медицинские организации Они располагаются в зданиях Которые либо 50-60-х годов постройки Либо в приспособленных помещениях Естественно, это накладывает свой отпечаток Для проведения профилактических медицинских осмотров То есть эти вещи, они объективны Мы от них никуда не денемся А нельзя ли выделять отдельно Прям врачей, чтобы они работали Именно на осмотрах? Или просто не хватает персонала? Мы идем к этому Потому что основной для нас категорией Является именно исполнение Именно этой функции Проект сам предусматривает Глобальный пересмотр Вообще работы медицинской организации Если наша медицинская организация Которая оказывает амбулаторно-поликлиническую Медицинскую помощь Раньше было примерно Объем финансирования Сводился 60% на лечебные мероприятия И 40% на профилактические То при реализации этого проекта Эти цифры поменяются зеркально Наоборот Да А здесь же ведь основное Чем качественнее мы будем проводить Профилактические медицинские осмотры И выявлять факторы риска Приводящих заболеваний Либо заболевания на ранних стадиях Значит в конечном итоге Через 5 лет Можно говорить о том Что у нас заболеваемость населения По неинфекционным заболеваниям Такие как болезнь сердечно-сосудистые Заболевания Желудочно-кишечный тракт Ну к примеру там сахарный диабет Они у нас автоматически снизятся И у нас количество обращающихся людей Которые по поводу обострения Этих заболеваний Оно будет снижаться Ну конечно Главное же предупредить Чем потом все это лечить Да, несомненно Все наши мероприятия Они позволят нам Достичь Определенных показателей Которые отражены Именно в национальном проекте здравоохранения Это показатели снижения смертности Эти показатели Они достаточно серьезные И если их рассматривать В совокупности То мы все показатели смертности Должны снизить За вот этот короткий промежуток времени Включительно на 2024 год В среднем на 25% Я бы хотел вернуться Несколько К первому мероприятию По реализации Улучшение доступности Оказания медицинской помощи В рамках строительства Либо замены Фельдшек Кокушевских пунктов Здания врача общей практики На территории Краснодарского края Эта программа Она реализуется С 2011 года И если мы будем рассматривать Вообще Общеэстетические Сведения Которые С одной стороны Они показывают Что все хорошо Но с другой стороны Они показывают Что у нас есть Путь развития Мы провели Определенную работу Провели мероприятие По территориальному Планированию С каждым Главным врачом Медицинской организации Оказывающей Первичную Медико-санитарную Помощь Встретились Обсудили План развития Замены Фельдшек Кокушевских пунктов Строительства Мы создали Для себя Общую картину Развития Региона Именно в качестве Здравоохранения На ближайшие 5-10 лет Которые Регламентируют Нам Каким образом И в каком направлении Мы должны Развиваться Если мы будем Рассматривать С 2011 Года Мы Сумели Увеличить Количество Зданий Врачей Общей практики До 256 С 99 И Увеличить Количество Врачебных Амбулаторий До 271 Основной Критерием Является Для строительства Зданий Врача Общей практики Либо Врачебной Амбулатории Либо Фельдшек Кушевских Пунктов Первое Ну само Наличие Здания Что оно Находится В аварийном Либо Требующей Конструкции Либо Численность Населения Две категории Которые Для нас Являются Основополагающими Таким образом Мы приближаем Медицинскую Помощь Для населения Ежегодно Администрация Краснодарского Края Из бюджета Выделяется На строительство Порядка 300 миллионов Рублей Ежегодно Мы Ошляем Строительство От 17 До 25 Но в среднем Здания Врачи Общей Практики Помимо Этого Если Допустим В 2020 Году Мы запланировали В рамках Реализации Этого Проекта Мы Запланировали Строительство 21 Здания И Проектирование Помимо Этого Мы Закладываем Финансирование На Проектирование Подготовку Проектно-смертной Документации На последующее Строительство Как они Выглядят Что Из себя Представляют Это что-то Совсем Простое Нет Если мы Рассматриваем Допустим Фельдшерско-кушерский Пункт Он предусматривает Под собой Мы пошли По принципу Установка Модульной Конструкции Потому что Во-первых Это не требует Подготовки Подготовительного Проведения Мероприятий По Изготовлению Проектно-смертной Документации По согласованию И получению Разрешения На строительство Он предусматривает Под собой Модульную Конструкцию В которой Состоящие Из трех Модулей Которые Собираются В течение Двух дней При наличии Подготовленной Площадки С подведенными Коммуникациями И эти Модульную Конструкцию Можно Объемы И характеристики Можно Менять Увеличивать Уменьшать И Приводить ее В соответствие Которое Нам необходимо Она Соответствует Полностью Установленным Требованием Ну И Допустим В качестве Примера Это Установка В 2018 Году Мы 11 таких Установили К примеру Но первое Что попало На скидку Это Казачий Малеванный Кореновский Рай К примеру Для Граждан Для Жителей Этого Населенного Пункта И для Других Населенных Пунктов Потому что Мы установили Эти Достаточно 11 Для нас Это достаточно Было Много Это был Наш первый Опыт Установки Модульных Таких Конструкций Это Одноэтажное Получается Одноэтажное Да Одноэтажное Здание Типовое Мы шли Именно По разработке Типовых Таких Конструкций Для того Чтобы Проще Было Проводить Какие-то Именно Торги И По установке Общие Требования Подготовительные Мероприятия По Платформам То есть Это В принципе С учетом Наших Климатических Условиях Это Сам Оптимальный Вариант Зимой Там нормально Работать Врачам С учетом Того Что там И подведение И отопление Либо Это За счет Электричества Либо За счет Газа Помимо Этого Летом Установленная Сплит-система И созданы Все условия Для комфортного И пребывания Людей И для Работы Фельдшера Кушера То есть Там получается Кабинет врача Процедурная Приемная Да Все Все Полностью Соответствует А оборудование Какое там Оборудование Для Врачебной Амбулатории Потому что У нас Оборудование У нас Жестко Регламентировано Приказом Министерства Здравоохранения Российской Федерации Мы не можем Другого Оборудования Туда установить Вы говорите Получается Кубань Готовилась Уже заранее К реализации Нацпроекта Практически За 7-8 лет Да Просто Мы Не то Что реализация Этого Проекта Просто Эти мероприятия Они вошли В реализацию Этого проекта Закупка Оборудования Велась Получается За счет Краевого Бюджета Если мы Берем И рассматриваем Потому что Мы пытаемся Участвовать Во всех Проектах Которые Программах Реализуемых За счет Какие-то Федеральные Программы Либо Это наши Краевые Мы пытаемся Реализовывать Все наши Мероприятия Участвовать Везде Где только Можно И у нас Другая Программа Это программа Развития Сельских Территорий Минсельхоза Российской Федерации Я уже говорил О том Что в 2019 Году За счет Совместных Средств Федерации И средств Краевые Мы построили Три здания Врача Общей практики В общей Сложности Проект Региональный Который На 2020 Год За счет Федеральных Денег Мы Приобретем 26 модульных Фельско-кушевских Пунктов И 21 Передвижной Фельско-кушевский Пункт 260 Миллионов Рублей А вот Модульные Пункты Они как Работают Они приезжают Нет Передвижные Ой В смысле Да Передвижные Они приезжают Работают И уезжают Да Там Какой-то график Существует В зависимости Наверное От населения Яркий пример Потому что На 2018 Году Мы приобрели Три Передвижных Фельско-кушевских Пункта Это в Приморсо-Ахтарский Район Белореченский Район Кущевский Район Именно Почему Приоритет Именно в эти Районы Потому что Общее количество Населенных Пунктов С числом Жителей До 100 Человек У них Манипуляций Эта информация Размещается И на сайте И в самом Населенном Пункте План График Приезда Этой машины Обычно Допустим Если мы Рассматриваем Как у нас Скорее всего Что и пойдем По этому сценарию Это на базе Автобуса ПАЗ То есть Полностью Медицинское Оборудование Он будет вместе С медицинским Оборудованием Уже Укомплектован Он будет Соответствовать Стандарту В котором Будет Все необходимое Оборудование Которое Предназначено Для оказания Медицинской Помощи В фельдшер Акушерском Пункте То есть И смотровой Кабинет И кресло Если это Необходимо Там врач Амедсестра Получается Там будет Фельдшер Акушер А вот Офисы Врачей Общей Практики Скажите Как они Тоже Работают Как выглядят Офис Здания Врачей Общей Практики Предусматривает Под собой Что там Осуществляет Прием Особенность Заключается В том Что это Врач Общей Практики Который Может Оказывать Медицинскую Помощь Не только По профилю Терапии Педиатрии Но он Может выступать Семейным Доктором Таким Образом Он уже Может Оказывать По Как в Качестве Лора И офтальмолога Вот как раз Хотела спросить По узким Специалистам То есть Помимо Этого Мы Предусматриваем Стандартный Набор Стандартный Понятно Что Кабинет Приема Врача Процедурный Кабинет Приивочный Кабинет Физиотерапевтический Кабинет Для оказания Физиотерапевтической Помощи И дневной Санар Где Имеется Возможность Получить Помощь Условию Дневной Санар Таким Образом Вся Необходимая Врачебная Помощь В этом Здании Врача Общей Практики Оказывается Помимо Этого На базе Здания Врача Общей Практики Могут Оказывать Медицинскую Помощь Врачи Узкие Врачи Специалисты По графику Приезжают В это Здание Там Оказываем Медицинскую Помощь Ну что ж Спасибо вам Большое За беседу Всего доброго До свидания Медицинскую 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 Медицинская Медицинская Медицинская